Братан, ты шо, скучаешь? Ты не скучай, ты лучше сегодня на стримчик к нам залетай. Буквально через пару часов у меня будет стрим по танкам онлайн. Будем фармить контейнеры именно из голдов, поэтому всех жду, целую, но вам приятного просмотра моего видеоролика. Нажимайте на колокольчик, чтобы получать уведомления о новых видео на канале. Также, если вы хотите выиграть 50 тысяч кристаллов, подписывайтесь на канал и ставьте лайк данному видео. И пишите комментарий со своим ником. Всем привет, дорогие друзья и подписчики моего канала, с вами Вайдер. И сегодня мы с вами записываем видеоролик, связанный с покупкой нового XT предмета. Вот, как я, ребята, и говорил, следующий XT предмет я буду покупать рельсу. Вот, это, в принципе, ни для кого не секрет был. И, как вы, наверное, заметили, у меня не хватает кристалликов. Вот, 12к, но копить я что-то их не особо хочу, поэтому мы, ребят, просто тупо заходим на сайт Кризми. В принципе, я сейчас зачислю себе недостающую сумму кристалликов в виде 12 тысяч. Давайте 12,550. В принципе, тоже неплохо. И мы прикупим с вами рельсу. Вот. Так, ну что, давай. Давай, 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 давай. Давай, побыстрее. Ну, зачисляйся быстрей, быстрей. Вот, короче, так же... Все, мне кристаллики успешно зачислены на аккаунт. В принципе, кристаллики мои пришли. Ну, и для того, чтобы у нас все дело появилось, мне, конечно, нужно перезайти будет в танки. Потому что, как же без этого? Танки онлайн у нас просто обожают, мать его, лагать. Вот, поэтому мы сейчас просто перезаходим. И кристаллы чудесным образом оказываются на нашем с вами аккаунте. Вот. Я буду, ребят, себе покупать рельсу. 501 тысяча кристалликов. Сейчас у меня станет просто 1 тысяча кристалликов. Вы, ребят, обязательно в комментариях напишите, какой следующий XT предмет мне брать. Вот. Опять же, буду каждый раз повторять от греха подальше. Ребята, я покупаю XT. Исключительно из-за того, что их скоро уберут. И XT можно будет выбить вроде только из контейнеров. Вот. Это мне не особо интересно, потому что шанс там, естественно, будет вообще прям мизерный за мизерный. И вроде как говорят, купить их уже нельзя будет. Поэтому я сейчас в срочном порядке скупаю XT предметы. Мне же после вот этого останется еще, в принципе, 4 штучки купить. Как же это круто. Как же это почему-то даже волнительно. Что, ребята, готовы? Вот сейчас просто все поставьте обязательно лайкос за данную эпичную покупочку. И вайдер покупает себе рельсу XT. Motherfucker! Офигеть. Блин, ну, мне кажется, для пущей, так сказать, дерзкости этого видоса нужно одеть еще хоррент XT, который я тоже, ребят, прикупил недавно. И сейчас попробуем на этом понагибать. Так, модуль нормальный. Кстати, ребят, какой XT предмет мне купить следующий? У меня глаз, если честно, лежит на гром, либо на викинг. Вот я не знаю, какой из этих мне купить. Да я больше, конечно, слоняюсь к викингу, потому что он такой весь красивый. Я даже не знаю, почему. На нем скрины можно клево делать. Вот, а с другой стороны, гром, он тоже очень красивый. Такие же скрины крутые. Плюс еще в паркуре используется. Вот поэтому я не знаю. Либо гром, либо викинг себе купить. Не знаю. Я же сижу такой весь в недоумении. Не знаю, что брать. Ладно, бог с ним. Купили мы с вами рельсуху. Давайте попробуем. Пойдем, что ли, понагибаемся рельсой. Блин, у меня здесь карта такая стояла крутая. Вот она. Специально видос я ее нашел. А сейчас она что-то немножечко пропала. Вот, кстати, ребята, не удивляйтесь, что сейчас вот эта рамочка мадикама у меня там сверху мигает. Это я специально включил для того, чтобы не просрать момент, когда я записываю или не записываю видеоролик. Потому что, блин, с открытием этих контейнеров, если честно, мне уже как-то страшно. Потому что, блин, запишешь так ролик, он тупо не записался. И это будет просто фиаско, братан. Так, ладно. Давай. Хопля. Ну шо, братишка. Я же просто мега эпичный и крутой парень. Ого. Этот парень у нас тоже знает все, оказывается, как играть на рельсухе. Блин, единственное, что будет непривычно, то, что на рельсе у меня, ребята, не будет МПК. Не будет устройств. Это, конечно, будет большой и большой. И большущий минус. Я тебя понял. Именно это рельсухи. Потому что я уже привык на... Хотя на то я тоже не очень часто играю. Но все-таки... Да ты что? Ты можешь не лагать-то, а? Алло. Парнек. Но для меня, для игрока, который вообще не играет на рельсе, какие-то такие вот пролаги. Мне все становится просто как-то нереально сложно попадать в чуваков. Это для меня какое-то просто фиаско. Так, окей. В принципе, режим регби. У меня здесь, ребят, две заданки есть. Именно как раз-таки поэтому я зашел в этот режим. И как раз-таки, чтобы выполнять заданки. Ну и протестировать рельсу. Тем более, карта у нас довольно-таки просторная. Скорее всего, не буду я никуда особо рыпаться и ездить. Я сейчас, скорее всего, залезу куда-нибудь наверх. И буду уже сверху наших чуваков. Точнее, врагов наших. Расстреливать. Вот это, мне кажется, будет просто вообще обалденно. Здесь еще минку насрем. Для пущей и епичности. Вопля. А как я так в нее не попал? Я же просто вообще идеальную раскачку сделал. Ёпарас, это я во, зато сейчас двойную дал. Вот это вообще просто опупительно. А, кстати. У нас же, ребята, еще скоро XT будут как раз-таки с этим обновой. Обновой, когда они добавят XT скины, именно как скины в контейнеры. Что они там будут выпадать. Вот, как раз-таки разработчики нам обещали, что теперь, ну, и я так думаю, и все так думают. И, в принципе, разработчики вроде даже как-то отвечали на этот вопрос, что теперь можно будет даже на какой-нибудь такой XT предмет, я имею в виду пушку, да, нацепить свои лютые МПК. Ммм, танки онлайн, лагульки онлайн. Вот это просто круто. И именно в тот момент, когда я прицеливался. Смотри, какой тупой шафт, я просто в шоке. И я еще в другого шафта попал. Ну, ладно, он, в принципе, один хер промахнулся. Так что, можно себе даже это позволить. Вот, то есть, все XT, это у нас действительно будут как скины. Вот, я на самом деле не понимаю всей этой фишки. Мне кажется, блин, такое нужно было ввести как бы сразу, а не то, что ты покупаешь две пушки, и у тебя в гараже есть и васп, как бы, два васпа. Но это как-то не очень было круто, но, не знаю, это, опять же, с одной стороны, не очень круто, с другой стороны, я сейчас не понимаю, как мне быть с васпом, который у меня есть, ребята. У меня есть васп М4. Смотрите, он так и будет стоять, серьезно? Он на туре так и будет стоять, серьезно. Чувак, вот раньше можно было как-то еще это, я не знаю, делать то, что тебя не видно было. А, у меня, в принципе, там кончик, скорее всего, рельсы торчит, да? Ладно, чувак, стой. А почему не попалось? Ну да ладно. Смотрите, он вообще прям парень настырный. Серьезно? Ну, а тебе по щам за это. Вот, я теперь не знаю, как быть с XT, который у меня уже есть. То есть, как вы знаете, у меня есть васп М3, да? Полностью вкачан до М4. Я, в принципе, не просто так его покупал, чтобы мне потом все загадили. И у меня получилась такая тема, что у меня сейчас не будет вообще васп М4, у меня будет только М1, да, васпы. Я не знаю, как это вообще понимать, как вообще, когда эти скины у нас будут работать. И главное, как это будет работать. Потому что, смотрите, прокачка XT предмета у нас стоит очень-очень дорого. Потому что прокачивается оно без скидок, без ничего. То есть, ты это все ждешь, все ускорения ждешь, некоторые не ждешь, некоторые сам ускоряешь. И, соответственно, тратишь очень-очень много на это своих кристаллов. Также времени и также еще... Ладно, стоимость XT предмета, в принципе, здесь уже не входит. Потому что, да, они сделают процент, который он будет выпадать. В принципе, за стоимость XT предмета я даже не переживаю. Но бог с ним, 500 тысяч потратил, так 500 тысяч потратил. Это, в принципе, сугубо мое дело. И я сам решил, покупать мне этот XT или нет. Но, блин, а как быть с тем, что я потратился на МПК этого XT предмета? То есть, с вводом вот этих скинов, как я понял, они у нас преобразуются в обычный... Ну, как бы, был у нас Хорнет, да? XT обычный. И... И... То есть, обычный Хорнет, вот. И... XT. Обычно у нас полностью прокачан, допустим. И... XT у нас полностью прокачан. Или наоборот, там. Обычно у меня не вкачан. А... Необычный в виде XT у меня прокачан. И как быть? Как вообще с этой ситуацией нам бороться? Потому что... Блин, я потратил кучу бабла на МПК. Мне эти кристаллы вернут или нет? Или все-таки мне скажут... Все, Вайдер, давай, а-ля, улю, до свидания. Как бы, твоя хата с края. Я как-то не очень хочу. И, блин... Я не знаю. Мне почему-то очень прям стрёмно на эту тему. Потому что, блин... А куда мои кристалликы уйдут? Мне прям дико интересно. Так, ну ты у меня вроде как бы не должен попасть. А-а-а-а-а-а-а... Я понял тебя, братишка. Я тебя просто понял. Но вопросов. Чувак вообще просто какой-то неубиваемый Я хер его знает Я, конечно, понимаю, что у него резистик от меня Я, конечно, это все понимаю Но, блин, у меня-то рельсы не М2, не М1 У меня М3 все-таки Тем более экстичные Это очень круто, это очень зачетно Но, видать, нет, это не очень круто И это не очень зачетно О, давай, братан, давай, поехали Ёпары с этой, шо ты делаешь, Вася? О, мячик у нас покатился Блин, а я не знал, что у нас, кстати, катается Вроде бы, когда мы тестировали это все дело На тестовом сервачке У нас это все не каталось То есть он там просто прикреплялся И был на одном стоковом месте Но сейчас это вроде как бы уже все пофиксили И все у нас происходит довольно-таки красиво И необычно Так, хопля, поймали Нормально, нормально Блин, а с какой мне интерес со стороны лучше всего заходить? Мне кажется, если я объеду, в принципе, с той стороны Взади То меня там даже, возможно, никто и не заметит И я смогу доставить как-нибудь этот флаг Не флаг, точнее, а мячик О, а там же проезд сзади убрали А как я буду проезжать? Блин, ну давайте прямо, ребята, чисто на удачу Чисто, так сказать, на удачу Чисто в лоб поедем Воу Я еще сейчас и мячик доставлю Вот это нормально Вот это, ребята, просто обмыл свою рельсуху Икси. Мало того, что Я как бы себе ее еще прикупил Так я еще и мяч доставил в режиме Регби. Это же вообще просто Охерительное пупительное Так, ну шо Маленькие мы и будем Дальше с вами рубиться Или нет? Или все-таки у нас все Происходит Куда ты полетел? Пошел нахер Это наша точка Хопля Да ёб твою душу шатал Куда ты кусился, стой на одном месте Никуда не дрыгайся Так, ладно, давайте попробуем сейчас Ещё один доставить, в принципе я поеду Ребята, абсолютно таким же путём Думаю, он для меня будет безопасный Хотя там уже фризуля стоит И это не очень будет круто Оп-оп-оп-оп-оп-оп-оп Ну камон Я был прям на этом Самом Ребята, вы видели просто Какая сейчас доставка произошла Я был уже практически на самом Вот этом кругу, да, где у нас Флаг обычно стоит, либо точка И я по идее как бы должен доставить Был Но что-то пошло не так А что пошло не так, я ребят не знаю Так Челик Ой, его там убили нечаянно Окей Ну шо ж ты делаешь, а На таких картах И надевать шафт Но это, блин, фу таким быть Просто фу Фу-фу-фу-фу Противный Это ворожина? А нет Так, Алекс Может быть ты мне раздашь? А не, я понял Ай, я понял Куда у нас шафт переместился Шафт у нас понял Что в принципе Увозится У него Мячики по другой стороне И он решил Тупо переехать На другую сторону И я тебя услышал, братан Я тебя просто Услышал А может быть Кто-нибудь его Немножко подамажит А то что-то он Аптечки жрет Такой Весь рассекой Такой весь крутой Типа Так, давайте Братва Во, хорош Так, Алексюня Давай мне Пожалуйста Овердрайв Ааа Я понял Так, там Нихера себе Хо-хо-хо-хо-хо-хо Вот это было неплохо Мало того, что меня Рельса лупануло Так меня еще И Магдан набил Нормальная такая тема Нормально Чуваки играют Но в любом случае Мы, ребята, уже выиграли То есть счет 2-5 В нашу Как раз таки пользу Обмыли Рельсуху Мы доставкой Мечам Плюс Также Выигрышем Кристаллики На ней получили В виде 610 штук Но я имею ввиду Месяц с приемкой Так что думаю Видос получился Довольно-таки Неплохой Поэтому, ребята Кому он понравился Обязательно Завозите свои лайки Также не забывайте Подписываться на канал Ну а с вами был Вайдер Всем Пока-пока Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok